МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Александр Цибульский утвердил стратегию развития территориального инновационного кластера информационных технологий Ненинского округа на 2019-2020 годы. В Заполярной столице подвели итоги конкурса лидера НАУ. Его главная цель – создание резерва управленческих кадров для замещения руководящих должностей в сфере государственного управления. Селикоткино планирует развивать аквакультуру, а намерение заниматься выращиванием мальков сеговых пород рассказал руководитель СПК РК СУЛО в ходе рабочей поездки главы НАУ в село Коткино. Воспитанники школы-поселка Искатели присоединились к конкурсу, посвященному Международному дню птиц. Ребята изготовили кормушки и скворечники для пернатых и организовали в фойе школы настоящую выставку рисунков. Хорошую техническую и физическую подготовку показали участники чемпионата Ненинского округа по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Спортсмены, выполнявшие нормативы кандидата в мастера спорта, в мае этого года отправятся на всероссийские соревнования в Москву. С главными событиями этого дня в студии Екатерина Дементьева. Глава региона Александр Цибульский утвердил стратегию развития территориального инновационного кластера информационных технологий Ненинского округа на 2019-2020 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружной администрации. В документе перечисляются основные цели кластера. Это повышение конкурентоспособности, экономического потенциала участников кластера, создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в IT-сфере, а также трансформирование сферы информационных технологий в одну из ведущих отраслей Ненинского округа. Как сообщает пресс-служба Центра развития бизнеса НАО, на этой неделе пройдет встреча с потенциальными участниками IT-кластера. На ней будут обсуждаться основные направления стратегии и меры поддержки IT-сферы. Также планируется подписание соглашений о вступлении в кластер. О дате и времени проведения встречи будет сообщено на странице Центра развития бизнеса в социальной сети ВКонтакте. В Заполярной столице подвели итоги конкурса лидеры НАО. Его главная цель – создание резерва управленческих кадров для замещения руководящих должностей в сфере государственного управления. В Ненинском округе конкурс прошел впервые по инициативе главы региона Александра Цибульского. Победителями стали шесть жителей Ненинского округа, которые вошли в кадровый резерв управленческих кадров. Для участия в конкурсе жителям региона необходимо было иметь опыт руководящей должности не менее трех лет, быть управленцем в возрасте от 25 до 59 лет. Алена Елисеева – одна из победителей лидеры НАО. Конкурсант признается – решила попробовать свои силы. Во-вторых, я считаю, что местные жители должны более масштабно быть представлены в органах управления власти, поскольку как местный житель я лучше знаю нужды своего же, своих соседей, друзей, своего народа. Поэтому я решила попробовать, если получится, я постараюсь что-то сделать для улучшения качества нашей жизни. В творческом задании Алена Елисеева выбрала ветеринарию. В рамках своего проекта-презентации автор предложил расширить спектр оказываемых услуг. В частности, организовать стационар для содержания прооперированных животных, а также пункт их содержания повышенной комфортности в сезонный период, когда хозяева питомца находятся за пределами округа. Также для предоставления экстренной помощи животным Алена предложила обучать оленеводов азам ветеринарии. Чтобы они могли на месте уже оказывать помощь животным, выявлять своевременно какие-то заразные заболевания, применять своевременные противоэзотические меры и так далее. Конкурс лидера НАУ проходил в три этапа. Первый стартовал в феврале на электронной площадке проекта. 54 участника заполнили анкеты с приложением, пакетом документов, а также видеорезюме. На второй допустили всего 24 кандидата, которые проходили тестирование. Третий этап конкурса проходили 19 человек. Им предстояло выполнить творческое задание и пройти собеседование. Мы считаем, что большинство участников справились просто замечательно. Презентации были очень качественные. Презентации были и со звуковыми какими-то эффектами, с видеорядом, с фотографиями. Видно было, что участники очень хорошо владеют информацией, подготовились. То есть встречались с сотрудниками учреждений, пользовались информацией, которая была размещена на официальных сайтах. По итогам заключительного этапа победителями конкурса лидеры НАУ стали 6 жителей региона. Кроме того, конкурсная комиссия рекомендовала включить 4 участников отборочных этапов конкурса в кадровый резерв администрации Нинецкого округа. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал Север. Село Коткино планирует развивать аквакультуру. О намерении заниматься выращиванием мальков сеговых пород рассказал руководитель СПК РК Сула в ходе рабочей поездки главы Нинецкого округа в село Коткино. Как отметил председатель хозяйства Алексей Коткин, в настоящее время бывшее здание фермы реконструируется под разведение рыб. По его словам, оборудование рыборазводного цеха уже готово к предстоящей работе. Начать деятельность планируется к осени, когда рыбы сеговых пород начнут метать икру. Готовых мальков СПК планируют продавать недропользователям, которые в рамках лицензионных соглашений восстанавливают их теофауны и искусственно зарыбляют водоемы, расположенные вблизи района в своей производственной деятельности. Как отметил Алексей Коткин, опыт подобной работы у СПК РК Сула был уже до 2000-х годов. Тогда у колхоза функционировал рыбоводный инкубационный цех по выращиванию личинок сеговых видов рыб. В былые времена мы продавали и в Челябинске, и в Невский рыбозавод. Даже на Иссыкуле отвозили. Но это, так сказать, не будущее производство, это прошлое производство. У нас уже было, в другом месте просто было. Сейчас появилась возможность в помещении. Ничего нам, в принципе, не мешает особо. Есть у нас, как говорится, оборудование. Можно обратиться в Пиндро, чтобы специалисты послали. Время еще до осени есть, потому что сборы икры – это сеговые. Самый ранний конец октября почти что. Власти региона, в свою очередь, заявили о готовности административно поддержать идею по рыборазведению. Как отметил губернатор Александр Цибульский, округ заинтересован в дополнительном зарыблении водоемов на своей территории. Отмечу, что в структуре доходов из ПК РК «Сула» около 60% составляют доходы от промышленного рыболовства. В пользование у хозяйства два рыбопромысловых участка в районе села Коткино. Сегодня, 4 апреля, свой день рождения празднует муниципальный район «Заполярный район». По этому случаю в администрации муниципального образования состоялся торжественный вечер, в котором приняли участие первые лица округа и города Наринмара. В рамках торжественного вечера состоялось вручение награды «Почетный гражданин Заполярного района» и награждение победителей конкурса «Гордость Заполярного района». Заполярный район является крупнейшим муниципальным образованием региона. В состав района входят межселенные территории и 19 поселений, в том числе одно городское, рабочий поселок Искатель, и 18 сельских. Всего 42 населенных пункта. Название «Заполярный» объясняется тем, что практически вся территория района находится за полярным кругом. В составе Нинецкого округа район входит в арктическую зону России. На районных землях расположены все нефтяные и газовые месторождения. Проложена сеть труб-трубопроводов для транспортировки углеводородного сырья в пределах и за пределы региона. Особую роль играет уникальный варандейский терминал, расположенный в 22 километрах от береговой линии. У района есть свои официальные символы, сайт и газета. Учреждено звание «Почетный гражданин Заполярного района». В сентябре 2009 года утвержден День Заполярного района, который отмечается сегодня, 4 апреля. Александр Цибульский провел рабочую встречу с членами Общественной палаты Нинецкого округа. Стороны обсудили самые острые проблемы в сфере здравоохранения и образования в режиме открытого диалога. В свое выступление председатель Общественной палаты Нинецкого округа Мария Крупенькина начала с анализа обращений граждан, касающихся жилья, образования и здравоохранения. В частности, организации питания в детских садах и школах, проезд жителей округа на лечение за пределы региона и алкоголизация подростков. Последнему пункту власти региона уделяют особое внимание. Вопрос важный. Как к нему подходить? Подходить к нему только собственным примером и популяризацией здорового образа жизни. Другого вида нет. Мы строим сейчас большое количество молодежных заведений, которые будут альтернативные возможности для проведения свободного времени. Да, это, наверное, в определенной степени должно быть тем, что часть молодежи, по крайней мере, подростков, которые еще не сформировались в этой пагубной привычке, сможет их вывести в правильное русло. Тему здорового образа жизни продолжила Ирина Терещенко. Член общественной палаты считает, что нужно менять питание в дошкольных и учебных заведениях региона. Никаких полуфабрикатов в виде сосисок и колбас, а также полное исключение сахара. Я всегда говорю о том, что пищевая промышленность, я сейчас прямо могу сказать, да химическая промышленность. Никакой пищи речи даже уже не идет. Вот, хотя бы с детских учреждений начинать, это очень важно. И уберите соки. Сок это сахар, еще раз вам повторяю. Вот понимаете, по физиологии до трех лет ребенок, я мамам сейчас всем молодым объясняю, не кормите детей сахаром. Никаких конфет до трех лет физиологически еще не сформирована поджелудочная железа. Вот вам панкреатит, вот вам сахарный диабет. Мы за три года получаем уже. Какой сахарный диабет? Он цветет махровым светом. Глава региона полностью поддержал инициативу Ирины Терещенко, отметив при этом, что прививать основу здорового образа жизни нужно в семье. Должна быть мода на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, он, наверное, определяется из, да, не только физкультуры и спорта, но и правильного отношения к своему организму. Это в первую очередь правильное питание. А правильное питание должно возникать из двух составляющих. Первое – это знание о том, как, собственно говоря, из чего состоит здоровое питание. А второе – это возможности здоровое питание получать. Еще одна актуальная тема обсуждения – доступная среда для маломобильных граждан. В частности, речь зашла о тактильной плитке, которая уложена на центральных улицах города. Как пояснил Виталий Хабаров, согласно законодательству, тактильную плитку укладывают только в тех местах, где есть препятствия или повороты. Кроме этого, в условиях Крайнего Севера тактильная плитка неинформативна в силу того, что зимой покрывается наледью. Для чего вообще тактильная плитка нужна? Тактильная плитка – это, скажем так, аналог руки для человека. У него есть специальная трость, благодаря которой он ориентируется и, собственно, понимает, какой препятствий перед ним есть. Вариант простой. Перенести вместо тактильной плитки, сделать поручень. То есть, чтобы человек ориентировался рукой, а не, скажем так, не тростью. Глава региона обещал разобраться в данном вопросе и предложил общественникам чаще встречаться в таком формате. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Воспитанники школы поселка Искателей присоединились к конкурсу, посвященному Международному Дню Птиц. Ребята изготовили кормушки и скворечники для пернатых и организовали в фае-школы настоящую выставку рисунков. Лучшие из лучших были отмечены грамотами и призами от Центра природопользования и охраны окружающей среды. Тему продолжит моя коллега Ирина Никешина. Такого разнообразия птиц в одном лесу и не встретишь. Но на выставке рисунков нет ничего невозможного. Здесь легко уживаются рядом друг с другом павлин, снегирь и даже тукан. Художники, воплотившие свои задумки в реальность, учатся в начальных классах. И сегодня их мастерство отметили грамотами от организаторов конкурса. Для многих это признание оказалось поистине радостным событием. И еще одно первое место. Чествовали сегодня и победители конкурса по изготовлению кормушек. Их ребята выполняли из различных материалов. В ход шли пластиковые бутылки из-под воды, картон, коробки от сока и строительные материалы. Победители конкурса получили в награду не только грамоты, но и ценные подарки. Второе место. Ученица первого Б класса Бородина Валерия. Держи. Сладость к тебе. И занимайся спортом. После завершения церемонии награждения ребята вместе со своими наставниками и организаторами конкурса отправились на лыжи-роллерную трассу, чтобы вместе развесить на деревьях кормушки. Покажи повыше свою кормушку, расскажи из чего ее делали и кто тебе помогал. Мне помогал папа. Мама мне дала коробку от чая, и мы с папой ее обклеили специальным пластиковым картоном. Сзади, чтобы было крепче, мы наклеили пластик и сделали вот такую вот дырку. А в дырку что туда будешь насыпать? Да, корм. Ты за своей кормушкой будешь ухаживать? Да. Мне помогала тетя. То есть вы с тетей вместе делали ее? Ну еще помогала тетенька. Еще мужская сила потребовала, да? Да. Как долго мастерили кормушку? Три дня. Организаторы конкурса рассчитывают, что ребята продолжат заботиться о пернатых и будут пополнять свои кормушки лакомствами для птиц. Знаете советы жителям нашего региона, чем кормить птиц? Что можно, что категорически нельзя? Ну, как минимум нельзя, значит, соленые продукты, перченые, сладкие, ну и все содержащие какие-либо специи. Можно разными крупами, хлеб белый, черный, как бы тоже не рекомендуется, потому что в процессе пищеварения, скажем так, раздувается и зоб, и желудок у птиц, они, да, может привести к летальному исходу. Поэтому вот такие белый хлебушек, сухарики, орешки, семечки, да, но не соленые. Сало очень любят, даже синица вот, в основном подвешивают на веревочке кусочки сала, и они вверх лапками цепляются, но опять же не соленые, не перченые, обычные. Ну, что-то такое. Все это можно в интернете посмотреть и на нашем сайте. По информации защитников природы, в наше время под угрозой исчезновения находится каждый второй вид. Сокращение численности популяции птиц может привести к необратимым последствиям для природы, поэтому пернатые требуют особого отношения и защиты. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Хорошую техническую и физическую подготовку показали участники чемпионата Неницкого округа по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Участие в соревнованиях приняли 46 спортсменов из Дворца Спорта Норд, Дюдс Лидер и фитнес-клуба «Ё Пауэр». Спортсмены, выполнившие нормативы кандидата в мастера спорта, в мае этого года отправятся на всероссийские соревнования в Москву. В абсолютной категории места распределились следующим образом. Среди женщин первое место заняла Елена Мартынова, на втором – Виталина Шестакова, третье место завоевала Татьяна Гузенко, все они воспитанники Дворца Спорта Норд. Среди мужчин первое место завоевал Александр Кисляков, воспитанник Норда, второе место у Павла Пластова, воспитанника фитнес-клуба «Ё Пауэр». На третьем месте – Дмитрий Марков, воспитанник Дворца Спорта Норд. Как нам сообщил тренер по пауэрлифтингу Дворца Спорта Валерий Мартынов, принявший участие спортсмены на чемпионате НАУ по классическому пауэрлифтингу, выполнили спортивные разряды. Так, норматив кандидата в мастера спорта выполнили 4 человека, первый спортивный разряд – 7 человек. Остальные участники выполнили массовые спортивные и юношеские разряды, показав хорошую спортивную подготовку. Победители и призеры награждены медалями и грамотами, а также ценными призами от спонсора чемпионата. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.